здравствуйте друзья хотел поделиться размышлениями некоторые мы постоянно видим людей которые как бы находятся в состоянии ведения боевых действий это происходит у них где-то в голове вот не то что они обязательно стреляют в кого-то или там ножиком машут там всех перережу нет но они тем не менее ведут борьбу такую вот идеологическую например борьбу и я спрашивал себя почему так происходит почему вот мы например люди советским прошлом я я не знаю как было до революции правда вот но мне кажется спокойнее люди жили меньше было идеологизированного и так далее хотя хотя все это присутствовало но вот наверное и в силу того что население было такое не сильно грамотно и газет не читали люди занимались простым понятным трудом вот может быть городах как-то было более обостренно а так страна себя жила спокойно там церкви входили и все дела но дальше вот революция посмотрите как интересно произошло значит был создан механизм насилия механизмом насилия являлась вот это вот там в чек а гпу там и так далее нквд кгб был создан элемент насилия фактически уничтожение политических противников и когда революция начиналась то основным политическим противником были но даже не монархические партии этого движения их практически не было там господи вот но в данном случае буржуазны но и буржуазны это тоже в момент революции правительство было эсеровская то есть это тоже левая партия по одним тюрягом сидели на срок мотали там в одних и тех же зонах и так далее это уже было достаточно левое правительство но вот правительство капиталистов и помещиков да ну хорошо значит сначала врагом были вот эксплуататоры потом когда у эксплуататоров власть забрали врагами стали те кто не согласен с тем как ты забрал власть власть забрали силой вместо разогнали учредительное собрание в котором у большевиков было там 25 процентов а 50 было как раз у эсеров и собственно вот в этот момент развитие страны конечно пошло совсем другую сторону но началась гражданская война значит ненавидели тех кто там против нас гражданской войне потом война закончилась стали вычищать уничтожать ну каких-то недобитков так сказать старой системы потом членов других партий пусть даже левых и эсеров и меньшевиков и бундовцев там и кто там был на левых эсеров перемолотили потом стали устраивать чистки в партии потом стали своих партийцев гнобить вплоть до членов политбюро да там тут тебе и троцкий и каменьев и зиновьев и рыков там и боже ты мой и все временно вредители были да все время шли компании вот были вредители сначала балтийских моряков назначают строить автогигант а потом директором а потом выясняется что вредители значит там навредили действительно очень много сыпалось из того что было построено и вот вредители потом всевозможные там долго можно перечитать всегда были да вот враги всевозможные со всех сторон были враги ну троцкий конечно естественно вот а потом уже уже в наше время давно фашизм я уж не говорю конечно вот потом соответственно уже был империализм сионизм мировой вот недавно из последнего у нас теперь украина или как-то там жидобандировцы вот у нас эти пятая колонна вот вот эти вот-вот предатели родины значит там но то что осталось после 86 процентов значит все время какие-то вражеские силы и вот я тут про маккейна рассказывала мне говорят многие допиши он же там вот его вьетнамскую войну там не беззащитных мирных вьетнамцев там напал вам жжок знаете то есть это говорит это они мне говорят я я жил в это время а вот и где они набрались я не знаю но а видим они в каких-то вот источниках то есть можно было бы подумать что вот эти же самые люди там какой-нибудь участнику афганских событий там ветерану руки не подадут и будут его гнобить там на всех перекрестках нет абсолютно нет дело не в этом дело не то что они какие-то пацифисты они просто идеологизированы и вот вот та война хорошая это война плохая вот кто с нами тот хороший тот кто не с нами тот плохой это но господа это хохмочка старенькая то есть объект ненависти меняется ну естественно такая динамика происходит объект ненависти меняется не меняется системный фактор жизни общества ненависть необходимо для того чтобы общество было цельным чтобы у него были общие какие-то идеалы чтобы у них чтобы был какой-то ну ну какое-то движение было вперед я не говорю конкретно там про построение коммунизма или там про русский мир или там я не знаю там чего еще где есть у кого и мы конечно раз больше примеров то из отечества но есть много других стран тоже вот и и религиозная ненависть и там политическая все что угодно но моя мысль вот о чем на самом деле что однажды создав вот эту сущность по борьбе с противниками ты потихонечку сам становишься объектом уничтожения потому что посмотрите что стало со всеми этими большевиками вот все те кто создавал там до нквд но смысле до этого там гпу вчк нквд и так далее они же очень многие потом оказались в этой молотилке потому что молотилке все равно чем молотить то есть там не никто не имеет как бы индульгенции какой-то или там специального билета ну кроме тех кто наверху может быть но мы знаем что молотилка молотила членов политбюро а уже в более спокойные времена жены членов политбюро сидели так чтобы сами члены политбюро тоже знали ну что они не самые главные стране хотя конечно должность высокая над соответствует поэтому я просто когда вижу вот нынешнюю поляризацию знаете вот с американскими выборами комментарии там на ютубе и и так далее вот эти все воюющие граждане у них отключен мозг на он отключен на созидание он включен только на ненависть и ненависть никогда еще ничего не создала вот как-то я даже где где когда ненависть что-то такое сделала хорошее обычно как-то наоборот все получается и они же на самом деле поскольку они в состоянии войны находится то они не могут например там но просто беседовать они не могут обмениваться аргументами спокойно они мгн они сразу в первую секунду когда они чувствуют что как-то им возразили или с ними не согласились или там что такое они сразу переходят на оскорбление обратите внимание они сразу переходят на личность говорящего и я могу сказать что у нас вот среди тех критериев которыми и которые я использую когда канал чищу от тех кто тут пытается повоевать значит у меня один из критериев это переход на личность собеседника то есть вот там человек я вот ну там чего вот вот буквально я вам скажу на днях тут один был человек видео про маккейна когда говорю и он говорит вот значит ты говорит он мне лично мне ты поддерживаешь нелегальную иммиграцию потому что ты на этом зарабатываешь вот эти люди к тебе приходит учиться я как это я нелегально это что ж такое значит перешел там рио гранды со своими шмотками пришел ко мне учиться я ни копейки не зарабатываю нелегальных иммигрантов более того я против нелегальной иммиграции я вполне за то чтобы поставить стенку я за то чтобы навести порядок за то чтобы людям не нужно было нарушать иммиграционные законы чтобы была система когда привлекается иностранная рабсила временная сезонная там и так далее и не обязательно из мексики пусть узбекиста из узбекистана подъедут из таджикистана если хотят поработать я как раз абсолютно то есть они только не зарабатываю но я и и вовсе не поддерживание регальную иммиграцию но мозг отключен мозг отключен он видит человека с которым не согласен он у него сразу включается вот это вот коммунистическая фашистская вот это вот ментальность враг и он дальше начинает на врага он какие-то аргументы идут но это для него лично вот а так бред полный то есть патология интеллектуальная полная патология чего-то там еще подождите что там было а что я вот нелегальную поддерживаю я зарабатываю а мне не нравится там что люди на вилфере много сидят потому что налоги что ли в общем короче все сводится ко мне зарабатывающему и им дальше вот идет на под нападки тут на человека нападки на человека господи ты боже мой ну иди в бан и все это не вопрос но почему он должен быть в бане потому что он на войне где-то вот пусть он воюет там где идет война это конкретно там наш канал но я просто к говорю это признак того что человек на войне он не может говорить по теме его не интересует тема у него есть сигнал свой чужой вот чужой значит ты его ты его убиваешь неважно там какие у тебя были аргументы это никакого значения ними одна из первых фишечек таких отличающих американского человека от советского которую я заметил вода чем отличаются американцы они слушают тебя давно допустим возник какой-то разговор он оберегает он тебя слушает он вникает в твои аргументы если ему нечего возразить могут и знаешь наверно ты прав значит советский человек слушает твои аргументы и если бы нечего говорить а пошел ты ты пошел понимать уже не не аргумент аргумент тут не имеет никакого значения ты вот ты пошел и я почему об этом рассказываю просто я формулирую иногда вещи и мне ребята говорят что ты знаешь вот я как-то вот тоже был вот в этом пространстве и и просто у меня не сформулировалось вот так и я когда тебя послушаю я понял что вот я также чувствую там и тогда я пытаюсь сформулировать что как-то мне уж по возрасту положено формулировать значит я когда смотрю вот например как изменился израиль а после того как туда приехали там 2 миллиона советских евреев существенно не то что евреи тоже советским до этого израиль был довольно управлялся такой партии труда которая такая социалистическая партия можно сказать вот а с приход ты зря я в эту полосу на неважно а уже как наш подъехали поменялась полностью картина приезжают люди и говорят какие на хрен арабы откуда тут на нашей земле земле арабы какие-то взялись а пошли бы они все и методы тоже интересные выселить расстрелять снести к чертой матери такие методы свойственные вот тому пространство из которого мы собственно приехали я смотрю на тех кто в америку попал они ходят и ненавидят они ненавидят тех кто на вэлфере они ненавидят тех кто там не знаю либералы они ненавидят вот это слово гать леваки я за слово леваки удаляю на этом на нашем канале потому что слово леваки это это сленг фашистов вот столько раз сколько я видел людей которые употребляют слово леваки левацкий это фашист это не люди консервативных каких-то гадов не упаси бог это фашисты поэтому почему я рассказываю очень важно как бы на себя посмотреть и и и понять где мы позволяем себе так сказать вести войну мы не должны мы в мирное время живем и как бы нам не нужна никакая поляризация нам нужно искать какое-то мирный мирное решение вот любой проблем которая возникает не в морду бить не не знаю там не не доносы писать не мирно вот но не получается вот допустим человек я не знаю у него генетическая предрасположенность какому-то заболеванию ну вот я не знаю там диабет или там вот полипы тогда в прямой кишке если если с полипами не работать значит человек умрет от там рака прямой кишки если не делать колоноскопию там и так далее значит если ты знаешь что у тебя в семье есть какой-то такой вот ну такая проблема генетическая надо с ней работать иначе во первых ты помрешь раньше времени и во вторых ну как бы в медицине так не получится но политически получится полите если ты перестанешь этим заниматься если ты будешь чиститься от этого соответственно твои дети твои внуки те кто после тебя пойдут у них не будет этой болезни убьется это генетическая предрасположенность к ведению боевых действий где бы то ни было война это происходит в мозгах у людей и война это имеет какой как бы сказать территориальную культурную особенность вот этот ген ген нетерпимости он заложен в нас просто по факту того что вот мы жили в этой стране мы смотрели вот эти фильмы мы изучали вот вот так как написано было вот эту историю изучали нас не научили ненавидеть тоталитаризм нас научили что тоталитаризм лучше любой демократии и сейчас учат абсолютно этому и учат тоталитаризм лучше демократии и вот вот да приезжают люди в америку да казалось бы уже ну ну все твое нет ненавидит это прям ненавидит прям с пеной у рта обама ненавидит там клинтон ненавидят чё ты господи боже да ты расслабься ну тогда нормально все нормально я даже не говорю о том что как бы логически логически как бы надо было бы полюбить тех за эти за счет живешь если бы либералы свое время не сделали вот тэд кеннеди значит если бы они не сделали реформу иммиграционную там 50 лет назад мы сюда никогда не попали если бы они не сделали вилфер да через который да я не знаю в нашей в нашей иммиграции редко кто через вилфер не прошел если бы они не сделали социальные программы там медикер если бы они не сделали вот эти вот сервисы которые платят за пожилых людей у которых ни копейки нет а с ними сидят там медработники у них бесплатная медицина у них субсидированное жилье там и так далее и так далее и вот пользуясь этим всем черпая двумя половниками не одним черпая так что половники ломаются хочется сказать у половники так по народному вот эти у половники ломаются от того как они черпают и вот они черпают оттуда и ненавидят либералов это связанная вещь то есть казалось бы логики нет никакой ну нет логики но дело не в логике дело в том что запущенной запущена вот эта сущность ненависти она продолжает жрать она жрет человека изнутри кто пострадает от того что ты ненавидишь Обаму ты сам и пострадаешь больше всего Обама этого он переживет абсолютно он всех пережил уже Обама переживет Клинтон тоже переживет хотя надо сказать что она тоже доброй теткой ее не назовешь конечно вот и эта штука изнутри человека гробит он теряет возможность эффективно действовать он теряет мир в душе что очень важно и вот вот те пожалуйста значит граждане мы с вами одного генетического поля ягоды поэтому такого как бы в широком смысле вот поэтому я призываю к некоторому некоторой осторожности что ли зная что есть вот такая предрасположенность посматривайте посматривайте за собой посматривайте вокруг увидел пьяного отойди вот увидел дрянь какую-то увидел ненависть отойди вот собственно такой у меня призыв ну-ка сейчас я попробую камеру повернуть мне неудобно с вами прощаться так сказать не поздоровавшись визуально вот и я думаю что мы поболтали и разошлись да так вот и я